Супермаркет Испар Проспекта автомобилистов 4А и 113 микрорайон 3А Здравствуйте всем, вновь программа «Жуй с ним», вновь в магазине Спар И сегодня у нас в гостях очень талантливый парень, мужчина, я не знаю, как его назвать В общем, Антон Филиппов, барабанщик группы СМАК Привет! Привет! Все правильно, да? Все верно? Ты барабанщик? Да, барабанщик Мы уже начали разговаривать, хедлайнер он или нет, но он выяснил, что у них в группе все хедлайнеры, все крутые, все поют Давай, для начала расскажи, что мы будем сегодня готовить Так, сегодня мы приготовим фрикассе из курицы Ну, фрикассе это такое блюдо, типа, это как бы мясо тушеное в сливках Это называется фрикассе? Да, да То есть оно может быть из кролика фрикассе, фрикассе из говядины, вот По идее, ну, мы сделаем его из курицы Потому что самое доступное мясо и просто быстро готовится достаточно И получается очень вкусно, потому что, ну, одно из них таких Что-то надо, это, что-то надо порезать, да? Это предельно просто, вообще предельно Надо порезать? Да Надо порезать, чтобы очистить аж курочки Ты занимайся курицей, мне это тоже надо мелко порезать, да? И начинаем с тобой разговаривать уже, выяснять, кто ты, что ты, где родился, давай начнем с этого Родился я в славном городе Новосибирске Как здесь вообще, в Бурятии оказался? Отец отсюда А, отец в Бурятии? Да, ну, мама за отцом сюда туда поехала Понятно, то есть, а кем родители вообще, ну, если не секрет? Ну, очевидно Если не ФСБшники, расскажи, кем они работают? Точно не ФСБшники Мама работала на Министерстве экономики То есть, как именно на государственной должности Отец, инженером на судостроительном заводе Ну, естественно, после того, как судостроительный завод развалили, так скажем, да Так и скажи Да, так и скажем, да, да Надо смотреть правде в глаза Когда говорят, что что-то само развалилось, мне кажется Ну, то есть, учился ты здесь по итогу? Да, да, учился здесь Сколько лет тебе было, когда ты переехал? Когда я переехал сюда, меня где-то в годик уже сюда перевезли А мы потом и постоянно туда ездили, в Новосибирск Ну, там мамина родня Да, конечно, там все родня по материнскому Хорошо, учился, какая школа? Школа номер 26 Школа номер 26? На Шишковке Ну, как сказать, улица Революции, улица Шульца Как учился вообще? Ну, хорошо, обестроение заканчивается Вообще, как, то есть, в какой момент тебе в голову пришла идея заняться музыкой, стучать по барабанам, петь? Ну, опять же, все в школе Кстати, вот сейчас небольшой возьму Давай Вот я делил филе, да, грудки Вот эту часть не нужно выбрасывать Отсюда можно кусочки мяса и еще что-то сделать Я обычно что беру? Я ее сохраняю, допустим, в морозилку кладу Либо можно сразу же бульон закинуть и сварить офигенный бульон из нее Все И куриный суп, допустим, сейчас не очень много мяса Безотходные производства Да, безотходные производства Поэтому, что куда сюда? Да, ничего, ничего, конечно Сюда Уже в школе, да, то есть, у тебя Ты как-то, ну, музыкальное образование получал по классу барабан? Короче говоря, фишка какая была Мы с друзьями, как, в принципе, и многие, в возрасте, в этом, там, в седьмом, там, восьмом классе Ходили, играли на гитарах, там Орали под окнами, да? Да Употребляли Употребляли Ну ладно, не можно только пропаганду вести Вот, в общем, ну и, естественно, однажды мы просто решили, такие, давайте группу сделаем Все мы играем, все мы поем, все классно Ну и там в школе в девятом классе у нас появилась первая группа А насчет барабанов я сам удивился, как получилось То есть, я, у меня вообще в школе в семье, как бы, музыкантов-то и нету, как таковы, да? Никакой музыкой не занимается, но ни с того ни с сего Возник такой вопрос, кто будет заниматься барабаном? Гитара у всех есть, на гитарах все готовы Кто хочет бить по барабану? Ну да, кто хочет играть на барабанах? Вы скидывались или как? Нет, мы не скидывались, я ни с того ни с сего, давайте я Просто вот, знаешь, ну Пришло в голову, да? Ну, судьба, видимо, как интуиция сама подсказала, что нужно этим заниматься Ну и получилось, сразу же, с первых разов Нет, конечно, это очень трудно Учился долго, упорно Там же надо быть арбидекстером, да? То есть надо одновременно, вот у меня не получается Честно, вот у нас в школе, я помню тоже Когда-то, видимо, давным-давно была группа какая-то, ну, видимо, школьная Потом это все забросилось И вот мы, когда там в своем девятом-десятом классе занимались КВН в актовом зале, у нас там тоже стояла барабанная установка И мы каждый по разу туда, ну, каждый хоть раз, но садился и пробовал Всем интересно Я попробовал один раз и понял, что у меня вообще не получается Одновременно там, ногой, рукой и вот это все Ну, при этом, на самом деле, видишь, когда профессионально играешь, то есть работают обе ноги Все, вообще, еще сложнее для меня стало При этом еще головой надо работать Думать куда-нибудь Думать, да, что здесь как, как лучше Ритм, да, там слушают Да, да, конечно, то есть, ну, непростой это занятие, конечно, если сравнивать с гитарой, посложнее, чем гитара Сколько вот, ну, у тебя ушло времени вот так вот, чтобы хотя бы, ну, не знаю, там, азы освоить какие-то То есть, я так понимаю, в то время, когда вы все начинали, еще не было интернетов, то есть, там, негде было увидеть, посмотреть, то есть, даже Конечно, у меня Федовка только первая тогда на компе появилась Как ты, как ты, как ты вообще, ну, учился, кто тебя обучал? Ну, просто, знаешь, брал видеокассеты Видеокассеты с записями иностранных групп Либо наши там, российские группы Как они играют? Смотрел, как они играют, что делают, просто и по наличию как-то делал, делал Как-то, что-то получалось, что-то нет Потом я решил, что надо мне пойти в музыкалку Музыкальная школа номер пять, ниже элеватора Пошел, в общем, туда, год там, отучился на классе барабанов Меня ничему за год не научили Ничего новому, да? Вообще ничему Оказалось, потом, они мне еще руки неправильно поставили Потому что, я думал, они хотя бы руки неправильно поставили Оказалось, нет Я сказал, ребята, до свидания Заставляли Ну, прикинь, я в девятом классе говорю, тебе обязательно надо ходить на хор Я говорю, зачем? Ну, вот у нас входит в программу Я прихожу на хор, там первый, второй класс, дети Ну, и представляешь, я девятиклассник, и дети А в девятом классе у меня же там юношеский максимализм Что за фигня тут эти малолетки, а я тут с ними в хоре Ну, очистить нового, конечно Ну, и вот, в общем, короче, я через год из музыкалки ушел Отказался от этих дел И начал сам учиться Когда появился интернет, все пошло намного лучше То есть я нашел отличные видеошколы Учителей, иностранных барабанщиков, юртуозов Джо Джи Майер, Томас Лэнг, Джонни Раф У них интересная очень школа есть Вообще люди неизвестные Я такой, сейчас сразу слышу так же, как и вы Я думаю, многие Ну, профессиональные музыканты сейчас такие Да, причерпнули А тем более барабанщики Да, тем более, они галочку поставили Красавчик, да? Да, вот, я начал это все смотреть Я этому начал учиться И самое трудное, это переучиваться Мне пришлось переучиваться Потому что я буквально до 2000 где-то, наверное Думал, что ты нормально играешь, да? Да, до 2006 года я думал, что я играю нормально Оказалось, нет И еще один, одна лакмусовая бумажка, так скажем, была Это была группа Шторм, в которую я пришел После многих групп Так, давай, теперь уже точно Было очень много групп, да? Закончил школу, куда пошел учиться? В ВУЗ, то есть какой Технологический университет На кого? Маркетолог Маркетолог, но продолжал заниматься музыкой Конечно, обязательно Хорошо, давай так Групп, ты уже сказал, много было Шторм, это была первая группа Ну, какая, для тебя как запоминаешь, серьезная или как это? Серьезная, да, именно такая серьезная, в которой я начал чувствовать себя настоящей барабанщик Кто ее собрал? Кто тебя позвал туда или это твоя была идея? Шторм меня позвал Угрюмов Игорь, наш гитарист-вокалист, по поводу еще мыть Вот, он меня как-то увидел, где-то мы на концерте пересекались Решил у них как раз барабанщик в армию, пошел, решил меня позвать Пока ты не ушел в армию, да? А я не ходил Все, понятно Хорошо Смотри, Шторм, сколько лет уже этой группе? Шторм существует с 2005 года Сколько альбомов? У нас полноценных, полноформатных два альбома Альбом называется первый «Разбитая нереальность», второй называется «Дух времени» Конкретно это ваш, ну как бы Шторм, то есть каверами вы занимаетесь? Занимаетесь Каверы есть, каверы, естественно, тяжелые группы У нас есть кавер-альбом, состоящий из пяти песен О, круто, круто У нас есть акустический мини-альбом, мы сделали наши песни, которые тяжелые, с громким этим вокалом Мы их сделали в акустической версии, с чистым вокалом, ну, для, так скажем, неискушенных слушателей Которые не слушают металл Ну да, понятно, понятно Которые было бы интересно послушать Более-менее, да, так Да, да, да И также у нас есть первый самый альбом, ребята записали, он называется «Live demo sheet» Ну, то есть, типа… Ну, да, все понятно Демо-демо такой, только собранного материала Когда они его записали, меня еще не было То есть, они меня удали, говорят, вот мы это играем, давай, учи, все, я раз-раз-раз В струю, да? Пара-тройка репетиций Ну, первое, вчера было трудно Ну, третья-четвертая репетиция, вот там уже пошло Сейчас параллельно с группой «Шторм», я так понимаю, еще есть группа «СМАК», в которой ты тоже принимаешь участие, как барабанщик Как эта группа образовалась? Ну, все было на самом деле просто Володя Петренко, знаешь же, предыдущий Ну, ты рассказывай, рассказывай Он решил пригласить нас в «Berch», он там, когда работал арт-директором Говорит, мне нужна группа, желаю что-нибудь поиграть Мы такие, блин, мы же чаши-чаши играем, что мы тебе там выйдем, там сцену порвем Все, он такой, не-не, ну надо что-то такое В итоге мы сделали буквально за пару репетиций 15 песен, самых популярных, там «Звери», там, «Мубитрой» Ну, каверы-камеры, ага Ну, все, я приехал туда, начали работать, там, денежку, ну, а что бы нам так не зарабатывать, в принципе Вполне нормально Да, да, и начали работать, ну и постепенно, и репертуар улучшали, естественно И постепенно и работали и на технике само, и выступлении, потому что все равно тяжелая музыка И каверы-версии, там различные группы, это другие вещи Ну, вот, пришлось, поэтому имидж свой придумывать, стиль Сейчас вот, какая вот, то есть, как сказать, дальнейший творческий путь у этой группы каков? Усмака, именно Да, Усмака Усмака, дальнейший творческий путь, ну, как, совершенствоваться, работать То есть, ближайшие планы, какой-то альбом у вас обещается, что-то такое Мы будем записывать свои, свои песни, обязательно У вас есть, ну, вообще, ну, это мы еще поговорим с вами чуть позже, потому что у нас еще будет отдельная программа с этой группой Музыка на АТВ, да? Пиарю одну программу с другой Ладно, не суть Как вообще, ну, то есть, как твои родные относятся к тому, что ты занимаешься музыкой? Ну, замечательно как бы все относятся Потому что они видели меня, у нас же и много DVD различных Ну, ты на жизнь чем зарабатываешь? Музыкой или есть параллельность? Не только, не только К сожалению, в нашей стране музыкой трудно заработать А тем более в стране или в регионе, да? Тем более в нашей стране И, к сожалению, это не поддерживается властями Никак, да? Чуть-чуть есть, немножко поддержка Вот на День города, допустим, мы с Тормом уже три раза распадали А вот фестивали, да, вот, ну, помимо Дня города еще какие? Так вот именно, что, вот, кстати, наш вокалист в Торме, который экстремальный вокал-мпэкерин Золотарев Он является организатором концертов здесь у нас Я знаю, да И, на самом деле, вот у него, как сказать, не буду говорить точно, да Потому что все-таки его, наверное, лучше об этом спросить Но, насколько я знаю, проблемы есть Проблема есть с фестивалями, с поддержкой, с площадками, да Поэтому у него сейчас своя сцена полностью, свое оборудование А где вас можно услышать, вот, помимо, там, ну, то есть каких-то ресторанов, я не знаю, там, заведений, где вас можно вот С Маком, если честно, трудно сказать, потому что обычно у нас есть график расписан Выступаем в ресторанах, в кафе, на свадьбах, на юбилеях То есть, ну, именно такая программа, где нужна жилая кавер-группа Ну, сейчас, в ближайшее время так даже Ну, честно говоря, слушай, ну, Денис Гармаев сейчас сплетню открыл, допустим Мы там, я думаю, будем выступать, потому что, в принципе, мы с ним сотрудничаем Можно будет туда прийти, послушаем Там хорошая площадка, там хорошую звук Ну, я там видел, я был там недавно, да, там очень круто Слушай, ну, вообще здорово Ну, че, у нас тут буквально все, мы нарезали Будем сейчас жарить, да, и вернемся Объяснять надо, не надо? Да мы сейчас это все в одном объясняем Помню, было мне десять лет И я копил на новый велосипед Я жил лишь этой мечтой Пока этот раз не встретился с тобой Ты меня обворожила Погулять с собою предложила Я взял копилку и разбил И тебя в парк отдыха сводил Халли-галли, пара трупер Нам с тобою было супер Супер восемь Халли-галли, мы с тобой весь день летали Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Больше нечего ловить Все, что надо, я поймал Надо сразу уходить Чтоб никто не привыкал Ярко-желтые очки Два сердечка на брелке Развеселые зрачки Твое имя на руке Районы, кварталы, жилые массивы Я ухожу, ухожу красиво Районы, кварталы, жилые массивы Я ухожу, ухожу красиво Музыка 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 Ну вот, наше кулино-фрикасе, да, как правильно? Фрикасе из курицы. Фрикасе из курицы готово. Буквально минут 10-15 у нас это все заняло. Я думаю, у вас это тоже не займет много времени. К этому фрикасе, я так понимаю, любой гарнир вообще подойдет. Абсолютно любой. Вообще с разными гарнирами. Так, вкратце, повествуй, как это сейчас ты готовил. То есть основные такие моменты. Все достаточно просто. Куриная грудка режется примерно кусочками, ну, такими порционными кусочками, кубиками, да, так скажем. Нарезаем лук четвертинками, обжариваем куриную грудку буквально до золотистой корочки. Добавляем мучок. Буквально через 2-3 минутки добавляем грибы. Грибы можно использовать различные. Шампиньоны лучше всего, конечно, белые грибы, но белые грибы у нас. Шампиньоны тоже сойдут. Ну, на курятие, ребята. Да, они как бы есть, но просто у нас почему-то не принято их видеть продавать, собирать. Берем шампиньоны, добавляем шампиньоны, также обжарится, все до золотистой корочки. Грибочки у нас поджарились. Смотрим, примерно определяем готовность, что курица уже готова. Добавляем сметану. Сметане это все дело у нас тушится. Чуть присаливаем, чуть перчим. Закрываем крышечкой буквально на 5-10 минут. Тушится 5-10 минут. Доводится, да. Да, да, да. На легком огне. Все, после этого с плюшкой снимаем, добавляем приправы. На данном случае добавлю укропчик. Ну, кто что любит. Кто-то любит пинзу, может добавить пинзу. Все, что угодно. Все, на ваше усмотрение. Ну, Антон, спасибо тебе за это блюдо. Сейчас мы его еще попробуем, я уверен, что оно вкусное. Давай вот на эту камеру даю тебе ровно 1 минуту. Пожелай, попрощайся. Ну, короче, все, что уходит. Засекай. Время пошло. Всем привет. Всем привет от группы Шторм, от группы СМАК. Ждем вас на наших концертах. Приходите, мы будем рады вас видеть. Если вас интересует выступление на ваших мероприятиях, корпоративах, свадьбах, юбилеях, группа СМАК всегда готова вам, так скажем, делать праздник. Поэтому звоните, будем рады для вас играть. Наш телефон 38 38 48. Если что, группа ВКонтакте, группа СМАК УЛНУД. Звоните, обращайтесь, будем рады вас видеть. А я могу еще провести это мероприятие. Да, присоседился. В рекламе. Ладно, все, спасибо, с нами, живите лучше нас. Рок-н-ролл. Спасибо. Все, давай попробуем. Имидж ведущего, салон Красоты Секрет. Улица Жуковского, 7, телефон 575-575. Супермаркет Испар приглашает за приятными покупками. Ждем вас по адресам проспектов Смобилистов 4А и 113 микрорайон 3А. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok